Приветствую вас. Первое, о чём мне бы хотелось вам сказать, заключается в том, что вы не задаёте свой вопрос. То есть вы его не делаете запрос к психологу, что вы хотите конкретно. Вы описываете ситуацию, вы описываете свои желания, но вы не говорите, что вы хотите сами. Что вам, какая помощь нужна. И всё. Поскольку это, в общем, очень важно, чтобы человек мог сформулировать то, что он хочет, например. Что есть затруднения в контексте того, с чем мы можем вам помочь в этой ситуации. Конкретно в той ситуации, которая произошла с вами. Далее. Значит, вы пишите, когда он рядом, мне очень хорошо, я хочу быть как можно ближе, чтобы он обнимал меня, говорил, что любит и он это делает. Я так понимаю, что здесь у вас идёт новое приглашение. Когда он рядом, мне очень хорошо, я хочу быть как можно ближе, чтобы он обнимал меня. Заметьте. Заметьте. Заметьте, пожалуйста, что вы говорите, я хочу. То есть это ваше желание. И вы не говорите, что вы любите его сами. Так же, как, например, он любит вас. Допустим. И это, в общем-то, тоже очень такой важный момент. Потому что, если вы человека сами не любите, но при этом хотите быть с ним, значит, он вам что-то даёт. Получается. И если он вам что-то даёт, то нужно определить, что. И будете ли вы, например, с ним, если он вам этого давать перестанет. Ну вот, допустим, то, что даёт сейчас. Например. Понятно, о чём идёт речь. Далее. Вы пишите, что он вам говорит о том, что любит вас. И делает это. Что именно он делает, не очень понятно, что именно делает мужчина. Особенно, если он далеко от вас. Вот. Как он выражает свою любовь, если он от вас далеко. Это, я полагаю, то, что нужно выяснить. Ну, вы не сомневаетесь, как я понимаю, в том, что он вас любит. И, в общем-то, это, на мой взгляд, здорово, если вы не сомневаетесь в том, что он вас любит. Далее вы пишите, когда мы далеко друг от друга, я могу заигрывать с другими. Ну, опять же, понимаете, вы действительно можете заигрывать с другими. На самом деле. Можете. На самом деле можете. Но, понимаете, какая история. Вам нужно знать, что если вы заигрываете с другими парнями, да? Если вы заигрываете с другими парнями, то, соответственно, вы можете потерять своего. Вот. Понимаете? То есть, я хочу, чтобы вы этот момент для себя определили. Понимаете? Понимаете? Какая история. Вы действительно можете, вы действительно можете делать то, что хотите. Вы действительно можете это сделать. Но тонкость вся заключается в том, какие последствия будут для вас и какую цель преследуете вы, заигрывая с другими парнями. Это иногда может перейти во что-то большее, пишите вы, например, поцелуй. Я полагаю, что дело здесь в том, что вы нуждаетесь в своем мужском внимании. И когда мужчина, от которого вам нравится получать лавку, вам ее не дает, то вы обращаетесь к другим, к тем, кто может вам это дать. Плохо ли это, я бы не сказал. Если вы его не любите, то это абсолютно неплохо, это нормально. Нормально. Справедливо ли это по отношению к мужчине, который от вас далеко, нет. Но, но это исключительно вам решать. То есть в морализаторство, например, я играть не буду. То есть я не думаю, что это хорошая идея играть в морализаторство здесь. Поэтому вам я рекомендую просто подумать. Подумать для себя, чего вы хотите. Вот. Всего вы хотите. Сами. Что вам нужно. Ага. Самой. Понимаете? Вот это то, что, на мой взгляд, важнее всего. И вот уже вы можете исходить из того, чего вы хотите. И как вы можете этого достичь, добиться, достичь. Понимаете, вот и всё, по сути. Поскольку вы не задали свой вопрос, то соответственно отвечать вам не на что, т.е. ну вы не написали, чего именно вы хотите от психолога. Поэтому либо вы дополните свой вопрос, либо вы выберите себе специалиста и поработаете с ним в привате для разбора своей проблемы. А на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok